Я вас приветствую на канале Степан Холера. Мы рассмотрим игру, которая называется Gold Rush или Золотая Лихорадка. Мы будем работать на различных видах техники, будем мыть золото в реках, в озерах, в водопадах и так далее, зарабатывать деньги и капиталы. Но давайте же посмотрим, что эта игра из собой представляет. Она сейчас находится в Pre-Alpha, она еще до сих пор на Kickstarter, поэтому если она вам понравится, то зайдите в описание под этим видео и найдите ссылочку и поддержите ее. Я предлагаю ознакомиться с обучением, а потом мы перейдем с вами в свободный режим. Поехали! Итак, мы с вами находимся где-то у какой-то старой, то ли шахты, то ли что это такое, какое-то поселение. Тайга, Аляска и море работы. Море работы и огромные перспективы, которые открываются после того, как мы с вами намоем золото и создадим собственную фирму. Так, давайте посмотрим, у нас включается по X, дальше вот тут вот у нас есть меню. Хорошо, давайте вот так вот поставим третью камеру и погнали. Погнали, нам сейчас нужно добраться до места, собственно говоря, осмотреться, ну и, наверное, приступать к работе. Можно считать так, что купил я себе вот этот вот автомобильчик, там дальше мы с вами увидим ведро, тазик и все, и работай себе. Вот, конечно же, в современном мире уже все не так просто, но вот раньше, два века назад, так, наверное, оно и было. Когда реальная золотая лихорадка поразила половину, наверное, населения Америки, авантюрную половину. Так, смотрите, тут у нас какой-то завод непонятный, может быть, потом мы и прикупим его, кто его знает. Сейчас самое главное добраться до места, где мы с вами начнем уже работать. Вот сейчас это у нас демо-версия, естественно, что демо-версия при альфа, но, в общем-то, она, мы с вами видим, что уже играбельна. То есть, вполне можно ее потестировать, посмотреть, пощупать, примерно знать, что же дальше будет. Вот интересно то, что много всякой техники будет нам доступна. Ну и само по себе, вот, сам по себе вот этот процесс добывания золота. Я думаю, что не все смотрели Дискавери, не все знают, а тут вот буквально нам придется это сделать собственноручно. Вот такой вот лагерь золотодобытчиков. Волки воют, слышите? Так, и что тут у нас горят? Возьмите этот таз. И опустите этот таз в воду. Окей. Давайте так и сделаем. Опустили. Возвращайтесь в тент. Хорошо. Это можно считать, что я такой вот новичок, да? И тут вот какой-то старый мастер говорит, прежде чем я тебе доверю технику, ты должен все узнать с самых азов. Что вообще нужно делать? Вот смотри, да? Возьми ведро. Держу. Что с ним дальше делать? Сюда высыпать. Сюда высыпать. Ага, понятно. Выбрось ведро. Выбросил. Возьмите теперь маленькую тарелку эту, да? И тут вот мы с вами видим. Восхитительный процесс намывания золота. Смотрите. Там что-то есть. Какое-то золото появилось. Правда, там немножко упало, но ничего страшного. Вот там было написано, что продолжайте вот такой вот процесс намывки золота до тех пор, пока вода не станет чистой. Тогда полностью весь грунт мы с вами убираем и остается только исключительно золото с самородками. Так, хорошо. Зайдите в режим сбора фрагментов золота. Вот оно. О, по-моему, я не туда куда-то попал, да? Вот. Но дело в том, что я здесь не очень-то регулирую. Я просто вот нажимаю и... Да, и куда-то там оно падает. Выйдите из режима. Хорошо, вышел. Где мое золото? Там же оно где-то было. Ну, по крайней мере, оно хотя бы не на землю упало. Так. А дальше нам нужно сейчас поехать в следующий этап. Это самый простой, да? Такой вот самый медленный. Руки мерзнут. Спина болит. Сидишь себя. Комары кусают тебя со всех сторон. Вот, нам сейчас предлагают что-то другое. Может быть, повеселее немножко. Вон какая-то установка крутая. Вот. Я так подозреваю, что это будет что-то в карьере. Типа карьера... Вот карьера, да? То есть, вы начали работать с этими тазиками, ведрами. Заработали какие-то там несколько самородков. Собрали, заработали. Купили себе вот эту вот установочку. Купили сопутствующее, что там к ней нужно. И дальше продолжаете. Потом купили экскаватор. Потом, ну и так далее. Это будет интересно. Если в режиме карьеры это все будет, это реально будет интересно. Так, подсоединяем. Вот такой вот агрегат, да? Что-то такое. Ну, в общем-то, да. Это вот оно... Все то же самое делает, но уже в полупромышленных масштабах таких. А туда, наверное, экскаватором нужно будет засыпать землю. Хорошо. Запаркуйте эту штуку у экскаватора. Вот, смотрите, да? Огороженная такая площадка. Скорее всего, тут придется нам с вами ковырять. Интересно, что реализовано. Вот заход-выход. Двери открываются-закрываются. Мелочь, а приятно все-таки. Так, и... Говорят, залезай. Ага, снова-таки. Нужно ехать к тенту и что-то там... Что-то там еще подбирать. Давайте переместимся внутрь. Тут пока что, да, пока что не очень-то тут текстуры там. Но, по крайней мере, смотрите, какие-то приборы уже работают, да. В принципе, педаль даже мы видим, что нажимается. Руль вращается. Нормально. Так, хорошо. Открывается даже борт. Открывается. Ну, круто. Как для при-альфы демо-версии это довольно-таки хорошо. Так, нам нужно взять генератор. Генератор, который погружается сюда. Так, хорошо. Дальше нам нужно взять кабель. Супер. Ведро. Еще одно. Ведрами. Будем золото мыть с вами ведрами. Ну, может быть, это для грязи. Кто его знает. И, говорит, забирайтесь в трак. Снова-таки. Ага, и нам нужно подъехать к тому месту. Ну, в общем-то, пока что мне все нравится. И нравится то, что есть обучалка. Немногие игры, даже вышедшие уже, имеют обучалку. Здесь вот более-менее все понятно, да? Куда подъехать, что делать и так далее. То есть, вполне себе так нормально развивается игра. Так, что там дальше? Put the generator next to the wash plant. Ага, хорошо. Поставьте генератор у вот этой вот штуки. Где-то тут. Так. Дальше. Присоедините. Так, это сюда. Присоедините кабель к генератору и... И к машинке. Так. Один конец есть. И второй куда-то сюда. Ага. Вот, включите. Заработало. Возьмите ведро. Хорошо. И поставьте, и смотрите, как сюда сыпется золото. Килограммами. Нет, еще... Еще рано. Нам с вами смотреть. Снова говорит, езжайте к тенту. И что-то там мы с вами еще возьмем. Да, кстати, мы видим, что... У генератора, у автомобиля заканчивается топливо. То есть, нужно будет и покупать, ездить к заправкам, покупать то же самое топливо, заливать в генераторы, заливать в автомобиль. И это, по-моему, тоже круто. Потому что ты не будешь целыми сутками работать, а нужно будет что-то как-то обслуживать. Свою технику. Так, нам нужно взять... Это у нас насос, да? Или что-то такое. Давайте. Берем. Самое интересное, по-моему, сейчас вот начнется. Мы будем мыть это золото уже... Реально полупромышленными масштабами. По-крайней мере, будем знать, как это все делается. Куча шлангов разных. Еще какой-то вводный фильтр тут. Так, чтобы это все не высыпалось. Ну, поехали. Поехали. Реально сейчас вот нам нужно будет у этого водопада, типа, поработать. Так, тут же, да, тут мы проходим. Все в порядке. Поставьте насос у... Воды. Окей, давайте это все выбросим. Дайте я зайду. Дайте мне зайти. Взять же. Сейчас же работа только начнется. Так, хорошо. Вода. Топливо. Возьмите фильтр. Ага. И нам его нужно присоединить к этому шлангу. А шланг присоединить к насосу. Присоединили. А, это сюда бросить. Занятно. Так, хорошо. Хорошо. Соедините. Возьплант и водопамп с гринхаус. Так. Вот так, что ли? Вот как. Конечно же. Я как-то не рассчитывал на то, что здесь такой длинный этот шланг. И почему сюда нужно. И почему сюда нужно его? Включите помпу. Ага. 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 Понятно. Так, хорошо. Мы туда насыпаем землю, а сюда подаем воду. Вода у нас далеко. Вот. Потому-то вот так вот шланг и должен быть. Немножко сбило то, что мы здесь начинали с вами самородки получать прям с этого. Вот. Поэтому-то я и думал, что мы отсюда как-то будем их мыть и тут же сразу где-то их вылавливать. Да? Но получается, что немножко по-другому все. Хорошо. Заработало. Говорит, скорее в машину. Ловите золото. Так, и нам нужно сейчас включить мобильный моющий автомат. Заработало. Так. Хорошо. Экскаватор. На экскаваторе мы с вами сейчас поработаем. Так. Ну тут, конечно, придется... Что у нас тут? Как тут у нас он работает? Этот экскаватор? Оператор мод. Так. Так. Оператор мод. Так, хорошо Это работает Выходим, заходим Это я так пока тут Ну что-то там, что-то там мы с вами взяли, по-моему Хотя бы для того, чтобы уже начала она работать Мы сейчас засыпем и посмотрим Так, нужно подъехать и загрузить Так, хорошо Один процент, ага Вот, нам пишут, что продолжайте В таком же духе продолжайте и дальше Но я думаю, что мы можем где-то вот тут вот Почему бы и нет, да? Нам, в принципе, все равно, где набирать Не обязательно туда подъезжать Участок тут вот Огорожен Ну что я могу сказать С управлением экскаватором, конечно же, еще нужно поработать Потому что тут не все так просто, как хотелось бы Но, в принципе, при определенной сноровке И времени, проведенных за этим занятием Я думаю, что можно потом более-менее быстро работать Вот уже 30% Вот так вот у нас крышка даже закрывается-открывается Чтобы не высыпалось Вот так вот Вот уже почти 50% Нормально Вот и там походу Смотрите, у нас полное ведро, не? Он зажил тело Там полное ведро самородков уже Может уже хватит копать? Пора уже денежки Получать Так, хорошо Вот, теперь нам говорят, что нужно отделить Железо от Или кто там, магнетит какой-то, да? Отделить от той земли, которую мы с вами вырыли В сепараторе Вот, а я думаю, что тут золото уже будет сыпаться, не? Не, это не золото Не похоже, что это золото Ну ладно, поехали Не все так просто, оказывается Золото не сразу получается Ну будем знать Вырыли яму там Ага, вот он Вот он этот сепаратор, который нам с вами нужен Куча кобелей Куча Сколько всяких прибамбасов нужно для того, чтобы получить Чуток золотишко Два ведра Зеленый шланг Вот, но это еще не все Смотрите, у нас что-то тут еще остается Колючая проволока Которая будем огораживать свой собственный участок Топливо Еще какие-то вот крюки непонятные Что-то делать Вот, по-моему, это масляный фильтр, да? Ну круто Столько всяких действий Так, а я закрыл хоть? Закрыл я, да Закрыл Все в порядке Поехали Так, где-то здесь рядом, да? Нужно поставить его Говорят, что где-то здесь Ну хорошо С помощью желтого кабеля нужно соединить генератор и сепаратор Во Дальше Зеленая С помощью зеленой трубки Нам нужно соединить их А? А, и Снова-таки в реку Сунул грек В руку Руку в реку Бежим до реки Снова-таки нужно подсоединиться к помпе По крайней мере, хотя бы река тут рядом Это вот все мне очень напоминает Вот сейчас Даже вот Как добывают Янтарь Что-то типа этого Так, ну все вроде бы как, да? Эти Добытчики Нелегальные Которые вот тоже с такими помпами Тоже там сепараторы Конечно, может быть не такая вот крутая штука И экскаваторов у них нету Но работают не покладая рук Так, и нам нужно поставить ведро Куда-то сюда ведро ставим Одно Ведро второе В одно ведро будет золото сыпаться А во второе алмазы Пошло дело Возьмите отсюда И сыпаните сюда Поставьте на место И ждите Возьмите золото свое Где? Где? Где мое золото? А? Да это же не золото Это тоже Пока что это полуфабрикат какой-то Неужели Конечная фаза работы Это вот это вот То же Чем мы с вами занимались Изначально Судя по всему, да И вот это вот Столько всяких действий И все только для того, чтобы Вымыть пару-тройку этих Самородочков Представляете теперь Вот вы носите сережки Носите кольца, цепочки Сколько нужно работы Для того, чтобы получить Чуток золотишка Так, давайте сорьем водичку О, пошло золото, пошло А тут не пошло Ну ладно Вот снова-таки Ведро подставляем И таким вот Неспешным макаром Работаем Я так подозреваю Вот, возвращайтесь в экскаватор И снова-таки нагребайте сюда Земли Смотрите, 46% Вот, и работаем И работаем Но я предлагаю Мы с вами В общем-то Увидели, да Этот процесс Мы увидели, что Оно все работает Несмотря на то, что Это демоверсия И альфа И я предлагаю Начать Настоящую карьеру Золотодобытчика Вот, посмотрим Насколько Этой демоверсии хватит Может быть Это просто обучение И может быть Еще там немножко Да, вот Этого режима Свободного Посмотрим Поработаем Почему бы Золото Не заработать Почему бы Все этапы Не пройти Я на этом Буду с вами Прощаться Если вам игра Понравилась Не забудьте Зайти в описание Под этим видео И перейти На Сайт Кикстартер И поддержать Эту игру Всем спасибо За внимание Всем удачи И пока Субтитры